Сегодняшняя тема. Раздражительные гости города Бахчевой развал возле станции метро, Рыбацкая. Возле фуры, заполненной под завязку гигантскими арбузами, от 20 рублей за килограмм, стоит самоуверенный улыбчивый продавец. Откуда арбузы? Из Астрахани, на плохом русском языке отвечает он. Они рано для астраханских арбузов. Покажите сертификат качества, который подтверждает это. Продавец тут же перестает улыбаться и агрессивно говорит, нет никакого сертификата. Мне верьте. Сладкий арбуз. А если не верите, то вы не покупатель. Иди отсюда. Та же история повторилась еще в восьми лавках в разных районах Петербурга, никто не мог показать никаких документов на арбузы. При этом все торговцы, как только я просила у них сертификат, тут же начинали хамить. Что за люди торгуют арбузами на вашей территории? Обратилась корреспондент в администрацию Приморского района. Вы их вообще проверяли? Это представители малого бизнеса, лаконично ответили в пресс-службе районной администрации. Весь их товар прошел контроль качества. Почему среди торговцев почти нет русских предпринимателей, в Приморском районе не знают. Ну а насчет контроля качества виднее все-таки не чиновникам, а петербуржцам. В июле в местах отдыха горожан нередко можно было видеть несъеденные арбузы. И всюду картина одна и та же, валяются почти целые полосатики. Видать, люди разрезали их, попробовали и тут же выбросили. Причем арбузы все как на подбор ярко-красные. О том, почему это происходит, рассказала заведующая отделом семеноводства НИИ Орошаемого овощеводства и бахчеводства, который находится в Астраханской области, Тамара Боева, в начале июля в Петербург из Астрахани везли голландские и американские гибриды, вроде сортов с громким названием «Продюсер». Они созревают в теплице, быстро набирают необходимый вес и не требуют практически никаких затрат. Себестоимость такого гибрида всего 2 рубля. Правда, Сахара в «Продюсере» маловато. Но в наш город в июле доставляли не только гибриды, но и обычные незрелые арбузы. Их срывают, грузят в фуру. Уже в машины они дозревают, краснеют. Но поскольку не получают солнца, остаются почти безвкусными. Плоды химии существуют и другие способы надуть покупателя. Классика жанра – ввести в арбуз шприцом раствор марганцовки. Или добавить в почву на бахче слишком много химических удобрений. Эти удобрения стимулируют быстрый рост арбузов, говорит Тамара Боева. Как следствие, в ягоде накапливается большое количество нитратов. Многие производители добавляют в почву аммиачную селитру, добиваясь тем самым высокого урожая. Вся информация о количестве химикатов в ягоде содержится в сертификате качества на товар. Он должен быть у каждого продавца. Если такого сертификата нет, покупать арбуз категорически не советую. Но в Петербурге сертификатов у торговцев, похоже, не бывает в принципе. Да и зачем они, если их никто не проверяет? Презумпция невиновности торговцев в Центре контроля качества товаров, работы услуг признались, что в этом году они еще не проверяли точки продажи бахчевых и перевели стрелки на Роспотребнадзор. Но и там не спешат присваивать себе славу проверяющих. Оказывается, инспекторы осматривают официальные торговые точки раз в три года. Впрочем, они могут выехать в рейд после жалоб петербуржцев. Правда, перед этим сотрудники Роспотребнадзора должны получить специальное разрешение прокуратуры. Не мы придумали эти законы, сказали в пресс-службе Роспотребнадзора. У нас в стране действует презумпция невиновности предпринимателей, то есть тех самых крикливых раздражительных личностей, которые торгуют арбузами без документов. Закрывающая круглая скобка. И вообще, на границе Ленобласти все арбузы встречает Россельхознадзор. Они и должны проверять качество товара. Выборочно, конечно, сообщили напоследок в Роспотребнадзоре. Странно. Глава этого ведомства Геннадий Онищенко то и дело делает грозные заявления. С легкостью вводит карантин на поставку в Россию заграничной еды. Сейчас, например, он борется с овощами из Евросоюза. Но при этом почему-то устранился от контроля за арбузами на столах россиян. Похоже, арбузами без документов у нас торгуют люди без документов. И никто их не контролирует. А если кому-нибудь из них придет в голову вместо марганцовки впрыснуть в арбузы сильнодействующий яд. Не дай бог, конечно, но в нашей неспокойной стране всякое бывает. Что тогда? На кого будут кивать бесполезные чиновники и контролеры? Хорошая новость классические астраханские арбузы прибыли в Петербург буквально на днях. Урожай в этом году хороший, особенно по сравнению с аномально жарким прошлым летом, признается Тамара Боева. У нас в Астраханской области площадь посевов арбузов в этом году около 7 тысяч гектар. Это значит, что будет выращено около 200 тысяч тонн астраханских арбузов, а это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Источник Екатерина Дементьева.